25 километров в час. 300 рублей штраф. В день Ирина Мамедова получает около тысячи фотографий нарушителей. Номер машины и скорость камера считывает автоматически. Остается рассчитать штраф и отправить письмо счастья водителю. Разрешенная скорость, то есть ограничение скорости, которая движется, транспортные средства, время фиксации, вплоть до доли секунды, ну и дата соответственно. То есть все это будет написано в постановлении, которое человек получит. В марте центр обработки переехал в свое собственное здание на Красноармейской. Подобрать помещение помогла городская администрация. В ближайшее время оно из муниципальной собственности будет передано в полицию. Это требование законодательства. Дмитрий Азаров приехал проверить, как обжились сотрудники на новом месте. Сейчас перед городом стоит задача навести порядок во всех сферах и следить за исполнением закона. И роль центра здесь трудно переоценить, подчеркнул мэр. Человек, когда чувствует внимание правоохранительных органов за каждое правонарушение, автовладельцев в городе очень много, он понимает, что и в других сферах, конечно же, возможности реагирования и понесения наказания также возрастают. Здесь работа организована профессионально и качественно, с минимальными финансовыми издержками, максимально обеспеченной эффективностью. Сегодня на дорогах города и области работают 54 стационарных и 46 мобильных комплексов видеослежения. Самый современный на московском шоссе. Водители уже успели окрестить его скворечником. Он подтвердил свою высокую эффективность. Он фактически располагаясь сбоку от дороги, фиксирует уходящий и приближающий транспорт до 7 полос. В общем-то, поэтому затраты на его установку весьма невелики. Где стоят остальные 99 камер – большой секрет, известный только этой маленькой, кстати, чисто женской компании. Но скоро они будут честно отвечать везде. На покупку очередной партии видеокомплексов уже выделено 25 миллионов рублей. Любовь Коренева, Дмитрий Тарасов, ГИС События.